Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Dark Souls, и сегодня я буду играть в новую игру Плюс. Так, в общем-то у меня в планах заснять несколько серий разных. Так, на этом персонаже я буду теперь тестировать экипировку черных рыцарей, 4 оружия, и экипировку серебряных рыцарей, 2 оружия также. Так, давайте посмотрим. Начнем с самого слабого, и будем по увеличению брать оружие. Так, смотрим. Ну, щит, кстати, серебряного рыцаря получше. Так, смотрим. Самое лучшее черное оружие, это, конечно же, потому что серебряное оружие рыцаря, ну то есть оружие серебряных рыцарей, 262 меч, а копье 244. Самое слабое это копье серебряного рыцаря. Так, медь черного рыцаря, 330. И большой медь черного рыцаря, тоже 330 урона. Но весит он больше, так что, мне кажется, медь черного рыцаря намного лучше, чем большой медь черного рыцаря. Большая секира черного рыцаря, 343, но это получше. И самое мощное это альбарда черного рыцаря, 367. Все это прокачано на плюс 5. Так, ну значит, тогда я переодеваюсь в экипировку серебряного рыцаря. Так, а экипировка черного рыцаря получше будет по защите? Не сильно, конечно же. Разница там 2-3 единицы. Так. И возьмем, значит, копье. Ой, не то сделал. Так. Можно сразу 2 щита копье таскать, кстати. Копье серебряного рыцаря. Так, ну и посмотрим, что из себя представляет это копье. Так. Нам надо поменять щит. Ой, что такое? Ну, в принципе, неплохо. Сейчас посмотрим, как мы боссы сможем убить. Хм, а мне вот интересно. Так, ладно. Так, разжигать костер не буду. Сразу сражаться с боссом я не собираюсь, потому что я хочу спрыгнуть на него сверху вниз и посмотреть, сколько, во-первых, нанесет процентов урона от его жизни. Ну, то есть, насколько убавится шкала. Так. И хочу посмотреть анимацию атаки. Когда с копьем прыгаешь на врага. Так, а если... Блин, такая... Так. Ну-ка. Вот как можно делать, кстати. Так. Ничем не отличается от обычной атаки. Так. Асс разбега. Ага. Нет, подождите. Вот так вот. А, то же самое же. Так, отлично. Ну, кстати, копьем неплохое такое. Дороги, кстати, все в два раза сильнее стали. Ничего себе. Интересно, если бы у меня... Если бы у меня было более мощное оружие, допустим, алибарды, я бы его бесс-ланшотил. Вот это мне, кстати, интересно. Первый босс, мне кажется, от всех... С шести оружия его отъехал бы одинаково. Не-не-не-не-не-нет разницы никакой. Так, ну, ладно. Промахнулся, так промахнулся. Не достал, хорошо. Отлично. Ой. Так, я просто... Думаю, то, что меня оттолкнет назад. А так неплохо, кстати. Так, это еще самая слабая экипировка из всех, которых у меня есть. Дальше будет только сильнее экипировка. И оружие тоже. Жаль, двое их не надо убить. Так, отмычка есть. Отлично. А, кстати, вот сейчас посмотрим. Ну, серебряное оружие тоже, не знаю, мне кажется, смолу наносить. Давай посмотрим, у кого копил лучше. А, у меня лучше. А, у меня лучше. в черного рыцаря. Смотрим. Так, вот это плохо. Так, где? Ой. Так, а почему мне сразу? Я кое-что заметил. То, что когда я выбивал оружие серебряных рыцарей и щит, они оставались на полу. Когда я выбивал щит черного рыцаря, уже в конце, перед... Ой. Перед самой битвой с Гвином. Там тоже оружие лежало на полу. А сейчас оно автоматически подбирается сначала. Так, мне этот, кстати, меч не нужен. Его надо выбросить. Он мешаться только будет. У меня, знаете, сколько таких мечей? Блин, я сейчас костер-то найду, я обязательно покажу. Заменили. Так, ну давай сразимся с тобой. Ага, я у нас там минус бил. Копьем он довольно таки быстро затыкивается. Так, у меня есть отмычка, я мог сразу пойти. Так, я даже возле костра не сидел, да? Вот сейчас я сразу покажу, сколько у меня оружия черных рыцарей. Так. Вот у меня мечи черных рыцарей. Сейчас посмотрим, даже посчитаем, сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре... Тринадцать штук у меня, короче. Вот мечи больших, большие мечи рыцарей. Их поменьше будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять всего лишь. Также есть три большие секиры черных рыцарей. И несколько алебард. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... А, семь. Так что мне это все оружие черных рыцарей вообще не нужно больше. А я их накопил только из-за того, что я бегал, короче, пытался выбить щит черных рыцарей. Он вообще никак не хотел выпадать. Так, я думаю, с горгулями сразимся. И, в принципе, на этом можно завершить серию. В следующей серии я буду играть уже с мечом серебряных рыцарей. Меч посильнее будет. Как раз с Квилек сразимся. Слушай, откуда ты тут взялся? Так, ладно. Избавимся от дракона. Чтобы он нас не убил случайно, пока мы открываем решетку. Так, побежали. Конечно, за кабанчиком можно было бы сразиться, но нет, у меня нет времени на это. Мне нужно успеть до того момента, пока он ворота не закроет. Слышь ты. Ты умный, да? Давай ближе подходи. Ну, как хотите. Так, отлично. Вот так вот легко они затыкиваются. А это можно сказать, что у меня самое слабое оружие. Ну, может быть, оно не самое слабое. Может, слабее как раз-таки меч серебряных рыцарей. Просто копье оно для ловких людей. Ну, то есть для ловких персонажей. Ой. А вот сейчас у меня возникли трудности. Это фигня, эти ваши трудности. Вот у меня проблемы со стамином. Так, неплохо. Так. Аккуратно. Вступаем. Они меня так и убить их смогут. Так надо со всеми разбираться. Еще бы так же легко разобраться с гаргулими. Так. 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 так далее. Да! Ты меня так достаешь, оказывается? Две горгулы, блин. Ой. Что ты творишь? Плохи дела. Давай пламя извергаем. Так. Теперь мы снова один на один. Мне кажется, твои атаки нельзя парировать. Ой, аккуратно. Я просто не вижу, что у меня там под ногами. Вот и все. Так, алибарда. Выпала алибарда серебряного рыцаря и шлем сереб... Ой, то есть это как его... Бронзовая алибарда, бронзовая... Бронзовый шлем. Остался бронзовый щит и топор можно срубить. В принципе, можно за эти... Если очень сильно повезет, и срубить хвост у этих горгулей... С одной горгулей может выпасть щит, с другой горгулей может выпасть бронзовая... Алибарда и бронзовый щит. Бронзовый шлем. И можно как раз весь сет бронзовый собрать. За одну битву с боссом. Но это, мне кажется, очень маленькая вероятность, очень маленький шанс того, что так случится. Хотя я три предмета из четырех выбивал. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok